Девочка-пай 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 Облом Девочка-пай 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 Ты все правильно говоришь. Ну, ты говоришь все в будущем. Захочешь, надоест. Захочу, уйду. Пока мне не надоело. Знаешь, тебя с первого взгляда поюбила. Ты уж не бросай меня, пожалуйста. Я ведь маленькая, такая глупенькая. А Париж он? Где он в Париж? Может, и нет никакого Парижа? А мы-то с тобой есть? Да. Все. Здравствуйте. Мне баба сказал… Да-да-да. Садись. Поговорить надо. Нет, вы извините. Можно сначала? Я скажу. А потом уж… Спасибо вам большое, Мария Сергеевна, но только я не буду. Светка… Ты что, рюкнула, что ли? Это ж судьба твоя, дура. Я же для тебя старался. Подожди. Вова… Да я с кого не видел. Звали. Сядь, послушай. Ну-ну, и дальше, Свет. Ну и вот… Короче, у меня есть причина. Господи, это Костя твой причины. Да на черта он тебе сдался. Да таких, как он… Подожди, Вова. Вы поймите, я люблю его. А если я сниматься буду? Ну, я еще не знаю, может, вы меня и не возьмете. Ну, вдруг я сниматься буду. Потом учиться. И Костю бросить придется. А я не хочу, я люблю его. Жаль. Очень жаль. Я вот на тебя смотрю и все больше убеждаюсь, что ты очень-очень нам подходишь. Извините, я вас время отняла и все такое. Спасибо вам большое. Извините. Послушай, Свет. Я тебя не уговариваю. Нет. Ну, чего мне тебя уговаривать? Ну, чего мне тебя уговаривать? Нет, я тебя уговариваю. Конечно, я тебя уговариваю, Свет. Но ты думай сама. Вот я в 19 лет замуж вышла. Первый раз, да? Семья у меня была, знаешь, такая интеллигентная. Отец у меня был кто? Профессор консерватории. А мать пилила на этой, на вилончели, в оркестре, в театре оперетта. И в меня влюбился один скрипач. Красавец, 27 лет. Уже, кстати, лауреат, там, каких-то конкурсов международных. Все. Он влюбился в меня, понимаешь, до ужаса. У меня красавица была. Мать мне ныла с утра до ночи. Давай, соглашайся, не теряй шанс. Устраивай свою жизнь. Ну, правильно. Я думал, ну, действительно. А что мне не устроить жизнь до своего? Ну, ведь я его и люблю. Думал, действительно. А чего? Поженились. Да? Ну и что? Ну, ты спроси меня, чем кончилось. А чем кончилось, понятно. Потому что нельзя, нельзя свою жизнь устраивать вот так вот по принципу. Все сойдет, все образует, ничего не сойдет. То есть ничего не сойдет и ничего не образует. Потому что это твоя жизнь. Она у тебя единственная, твоя жизнь. А я вот после первой ночи с этим скрипачом поехала в общагу консерваторскую. Напилась там. Да, чертик. А потом подряд со всеми перейдем. Потому что я как представила себе, что каждая ночь у меня будет вот как это вот. Всю жизнь. Вот и получается, что и замуж нельзя выходить. По принципу все сойдет, все образуется. И профессию себе нельзя так выбирать. Мужа-то извини. Вот мужа, кстати, проще сменить, чем профессию. А бывает, бывает еще по-другому. Бывает есть мечта, а не получается. Но не удается ее достичь. Вот я. Хотела стать актрисой. Хотела. А не вышла. Но не одарил меня Господь. А уж самой-то себе крылья подрезать. Но это ты меня извини. А первая любовь, кстати, тем и хороша, что она первая. То есть и последняя, и даже не вторая. В общем, уговорили, да? А я правда гожусь? С этого бы и начинала. А то люблю личные причины. Ты ведь любишь меня, правда? Ведь именно обо мне ты мечтала всю свою жизнь. Ведь так? Да. Да, и не волнуйся. Это ничего, что у тебя отнялись ноги, что ты на сорок лет старше. Ты, мол, душой. И это главное. Молодец. Я пойду. Значит, Свет, мы рассчитываем на тебя. Никого больше не ищем и никого не пробуем. Так? Пойдем, Вова. Не волнуйтесь, я ее приволоку. Давай, родной, только не пропадай. Свет, пойдем-ка, я запишу адрес дед дома, фамилию директора и номер группы. Пойдем. Сволочи мы, откровенно говоря. Почему это? Поманили девочку, поболтали. Она все бросит, жениха своего пошлет. То выяснится, что она не годится. Мы же толку-то не пробовали ее. Что делать, лотерея? Хочешь выиграть – рискуй. Хочешь много выиграть – рискуй всем, что имеешь. А ты-то чем рисковал? Дал тебе Господь талант. Вот и весь твой риск. Не скажите, Мария Сергеевна. Это я сейчас звезда, любимец публики. А что было раньше, когда я в театральный поступал? Неизвестно, чем могло закончиться. Сядь, посиди. У меня сегодня день рождения. Да вы что? Ну, за это сам Бог велел. Ну, Мария Сергеевна, с днем рождения. О! Молодец. Вот так вот. Не пью. Готовлюсь к роли. С днем рождения. Ну что, Мария Сергеевна, роль-то хорошая или как всегда? Я сценарий-то не читал. Хорошая. 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 Дядя Витя, ты дома? Можно к тебе? Да, Вова, заходи. Мы дома. И к нам можно. Здрасте. Дядя Вить, пошли. Ничего страшного, ну просто пойдем. Вова, что случилось? Да так, плачут они в третьей палате. Узнали, что детдом расселяют и плачут. И директор там, мама, все равно. Может, ты как-нибудь воздействуешь? Идите, я сейчас. Слышь, дядя Вить, я твою записку отдал, и она сначала так, ну, заволновалась, а потом и говорит, чего, говорит, за ним бегать буду. Не хочешь, не надо. Ну и все, в общем. Понятно. Слушай, дядя Вить, а ты с ней хорошо знаком? В общем, неплохо. Как думаешь, не обманет? Она на Светке обещала, что на роль возьмет. Светка от своего парня уходить хочет. Не обманет я, если обещала. Не знаю, Володя, ручаться не могу. Рома, Рома, Рома. Никита, Никита. Вовка. Петя. Ну все, успокойся, перестаньте. Петя. 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 Вот так весь вечер. Мы со Светкой пришли, а тут... Боятся они переезжать на новые места. Да. Они же к нам привыкли. И вообще. Михаил Борисович, Света, можно вас? Петя. Ну что? Так. Внимание! Порадали! Ну, а кто теперь хочет видеть волшебные сны? Поднимите руку. Даю установку. Закрыть всем глаза. Вы видите перед собой... Глаза не открывать. Нет, это золотой песок, зелёные пальмы, синее небо, яркое солнце, это остров, волшебный остров. Вокруг синее море, волны бьются о берег, одна волна, вторая волна, третья, четвёртая, глаз не открывай, вы на этом острове, птицы поют, волны плеч. Я, кстати, в цирке полгода акробатом работал, лет десять назад, была такая выездная бригада, помню раз в Сургуте, пора начинать. А у нас из всего цирка трезвых только двое, я и Медведь. Представление детское, эти же полунзан, все шумят. Ну, пришлось мне с Мишкой всё первое отделение отработать вдвоём. А потом фокусник Владимир Ильич. Владимир Ильич. Да, да, так и с вами. Владимир Ильич, да, да, пришёл в себя и подключился. Вдвоём с Медведем. Да. Владимир Ильич, послушай. Ты чего не спишь? А ну, спасти! Я сейчас. Знаешь что? Научи нас драться. Чего? Научи нас драться. Ты же умеешь. Я тогда на базаре был вместе с Вовкой, видел. Чего вдруг? Спасменом хочешь быть? Нас другие дома распределяют. Кого куда, там бить будут. Издеваться. Мы хотим, чтобы как-то раз и отстали. Не били больше. Почему? Почему бить? Чего ты взял? Никто вас бить не будет. Ты что? А ты у Петьки спроси. Он у нас недавно. Из другого этот дом. Говорит, там били. Научи я. Вот что. Запомни и другим скажи. Никто никогда вас бить не будет. Никогда и нигде. А если кто и попробует, я сам приду и лично головы поотрываю. Я делать умею. Ты же сам видел. Ничего не бойся. Иди спи. Вот. Вот. Дайдите. Ой, семерки тройки. Надо как же. Хор наш парьер, припев старинный, напалились рекой. День рождения у любимой Марьи Сергеевны дорогой. О-о-о-о-о-о. Черт-то вы знаете. Конечно, с одной стороны, все эти реформы надо устраивать. С другой стороны, не такой же ценой. Привет от Федора Михайловича. Это кого? От Достоевского. А, да. Да. Может ли всеобщее счастье быть достигнуто ценой слезы ребенка? Да. А что сам Достоевский по этому поводу говорил, я уже забыл. А ты у Машки спроси. Ну, при чем здесь Машка? Ой, ну не надо. Ну, неужели ты про нее не вспомнил? Ведь это первое, что тебе в голову пришло. Такой повод для встречи. Ведь Машка знакома с этой, как ее, банкиршем. А, Коновалова? Ну вот. Может попросить отложить расселение или еще что-нибудь. Вот и придешь, не просто, а по делу. Ведь так? Да. Но ведь это разумно. Подумал об этом. Ну так и иди. У тебя есть серьезнейшая причина. Сложные отношения с Федором Михайловичем. Обсудите. Ты ведь пока ее не увидишь, не успокоишься. Так иди. Пойдем вместе. Ты что, зачем? Машка действительно многое может. А ты педагог, член коллектива. Не стыдно тебе? Такой сильный и такой трусливый. Один ты боишься идти? Боюсь. А чего боишься? Я встретил вас и все былое. Да? Да или не да, а идти все равно придется. Это и в самом деле выход. Вот и иди. Сейчас. Ну а что? Время-то детское. Пойдем вместе. Серьезно, а? Кстати, быстрее будет. Не придется воспоминания ударяться. Пойдем. Нет. Тогда я никуда не пойду. Ой, ну слушай, дядя Витя. Ну надо идти. Ну дети-то плачут. Ну ладно, так что никуда не денешься. Давай забудем о личном ради долга. Поэтому иди к своей Машке, а я пойду с Севкой поговорю. Каким таким Севкой? Ну с Севкой, с лейтенантом-милиционером. Пусть он действительно подключается и узнает, какие есть детские дома в округе и что в них творится. Давай, пойдем. Одинбойся. Слушай, а у нас с тобой будут дети? Не знаю. Пока не знаю. Когда узнаешь? Когда вернусь? Ну прости меня, Ирка. Ну что делать, если я такой идиот? Пойдем. Ой, куда это? У меня пальто в кабинете. Совсем с ума сошла. Иди, иди. Иди. Я играю на кармане у прохожих. Наведу, с оживенью, день рождения, только раз в году. С оживенью. Добрый вечер. С днем рождения. О, пожалуйста, двадцать копеек. Спасибо, не надо, режим. Пойдем, Наташа? Иди, я посижу. Может, пойдем? Тебе хватит уже? Пойдем. Пойдем, любимый. И что мы с тобой будем делать вдвоем, наедине? Про головку бицепса рассуждать? Или про то, как у тебя формируются задние дельты? Прекрати. Граждане России должны выполнять свои обязанности. А мой супруг... Не выполняет свои супружеские обязанности? Дурак. Не могу. Не могу больше. Это же с ума можно сойти, тронуться. Такой мужик рядом. Я ему говорю. Лечись. Восстанавливайся. Будем жить, как все нормальные люди живут. Ну, что в этом плохого? Нет. Надо быть первым. Надо быть лучшим. Ну, будешь ты первым. Будешь ты лучшим. И что? Ужас. Вот, Галина Васильевна, есть над чем задумываться. А у тебя что, тоже проблемы? Ну, конечно. Жизнь нервная, неспокойная. Можно понять, если в случае чего. Но, как говорится... Как говорится, умрем, но флот не опозорен. Вот, говорят, вперед, жизнь, дела. А счастья нет. А надо так тихо, спокойно, не торопясь. Ты счастлив. Ты счастлив. А, Семен, все в одну дуду дудишь. Как бы только твой родной город не трогали. Даже эти дела на себя переворачиваешь. А, кстати, не были бы они счастливы. Она его только за то и любит, что он первый. Вот так вот. Сволочи мои. Конечно, конечно. Мерзавцы. Ну что, соорудим? Давай, 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 давай. Давай. Вот это под рельсы найдем на железной дороге. Так, а вот взрыватель. Это ему. Ага, давай. Так, ну что, значит, завтра ты находишь вот это, подымаешь шум и все. На этом твоя задача выполнена. А я завтра же вечером беру этого типа и сажаю. Готовь дырку для звезды. Да брось ты. Да-да, войдите. Привет. О, Ирка, привет. Привет. Проходи, проходи, проходи. Здравствуйте. Так, ну что? Вы, значит, с тобой договорились, да? Да, если что, звони, я думаю. Все, хорошо. Ну давай, счастливо. Слушай, Ирка, мне угостить-то тебя нечем. Может, щайком, а? Гуси! Сев, ну не надо, я к тебе по делу. По делу? Ага. Звонил сегодня писатель твой. И что? Я все вспоминаю, как его ребята прозвали гениально, близко Филимон Купер. На бой интересовался. Ну, естественно, про твоего чемпиона ни слова, ни мое дело. Кстати, а как он? Слушай, мы вместе решили с тобой посоветоваться. Ну, проходи. Стоп, куда? Где день рождения празднуют? День рождения! Черт. Где день рождения? Не знаю. Семенова в каком купе? Не знаю. Ну, милый. Посторонних никого не пускай. Есть. Семен Петрович. Ну, что? Спой, ты так поешь? Семен Петрович. Сыграйте. Степь да степь кругом, Путь далек лежит. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Семен Петрович. Семен Петрович. Семен Петрович. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!